Привет, друзья! Я уезжаю в Ступино. Не знаю, примерно на неделю, наверное, может быть чуть больше, а может быть и меньше, как справлюсь с делами. Я уезжаю сейчас буквально, мне нужно уже вызывать такси и уезжать на встречу с Блаблакар. Но я решила ответить быстро на часто задаваемые вопросы. Часто спрашивают, почему я не снимаю больше про Украину. Многие даже отписываются из-за этого. Дело вообще каждого, если честно. Я, допустим, ценю тех людей, которые понимающе относятся, которым нравится то, что я снимаю. Я никого не осуждаю, потому что интересы у всех разные. Почему я не снимаю? Потому что это не основная тема на моем канале. Я не хочу это рассусоливать. Есть куча каналов других людей, которые обсасывают эту тему с ног до головы. Я не хочу этим заниматься. Мне неинтересно. Я не хочу углубляться в политику. Меня спрашивают, как там сейчас на Донбассе, про документы я собиралась снимать. Я это все сниму. Просто у меня не на все сейчас хватает времени. У меня есть куча других идей, в которых я хочу реализовать себя. Поэтому мне приходится чем-то жертвовать. И на данный момент я жертвую как раз таки вот видео про Украину. Но опять же я буду снимать такие видео. Но таких видео будет мизер на моем канале. Потому что это не основа моего канала. Я не хочу, чтобы это было основой на моем канале. Были некоторые личности, которые просили у меня конкретные видео снять. И я не снимала. Потому что у меня есть свое видение того, что я хочу снимать. И честно, единицы тех, которые смотрят меня давным-давно. И именно с самого начала и до конца. И именно те люди, которые меня смотрят с самого начала, они не отписались до сих пор. И их не волнует. Снимаю я видео про Украину, либо не снимаю. Им, может быть, и не особо нравятся некоторые видео, которые я вот новые снимала. Но они это никак не выражают. Они либо не смотрят эти видео. В общем, смотрят все то, что им нравится. И я вам, в принципе, желаю того же. Если ваш выбор пал на то, чтобы отписаться, то, пожалуйста. Не нужно мне просто ставить ультиматум. Ну, это бессмысленно. Подумайте сами. Это то же самое, что я буду каждого подписчика уламывать, чтобы он остался на моем канале. Да, еще такой вопрос мне задавали. И не один, кстати. Поэтому я хочу на него ответить. Я уже в комментариях писала. Но мало ли, может быть, кто-то не читает комментарии. Кто-то не просматривает историю комментариев. Я раньше не говорила, по-моему, об этом. Или говорила, не знаю. Почему я не снимаю молодого человека? Ну, почему я должна его снимать? Ну, люди добрые. Ну, канал вообще-то не называется, да, там, Лина и ее молодой человек. Канал называется Лина. Лины на жизнь и все такое. Я показываю то, что я хочу показывать. Я не буду, опять же, все показывать, правильно? Ну, это глупо было бы, согласитесь, показывать именно все из своей жизни. Я показываю какие-то интересные моменты, что-то такое загадочное, что-то будоражащее. Он все равно проскакивает время от времени в моих видео. Если бы вы были внимательны, то вы бы заметили. Да и он сам не хочет этого. Зачем я буду заставлять человека? У нас даже честного разговора об этом не было. Он просто как-то один раз я снимала. Не помню, мы как-то на речку ходили, что-то такое. И он мне просто сказал, не снимай меня. И все как бы. Это его право. Не хочет человек? Пожалуйста. Я уж тем более не буду настаивать, потому что это, опять же, тоже не основа моего канала. Показать своего парня. Это же не экспонат какой-то. Или вы не верите, что у меня есть кто-то? Я просто не понимаю, зачем его даже показывать. Еще несколько вопросов, которые мне часто пишут. Это даже не вопрос, это просто, как можно сказать, троллинг, да, или обидные какие-то комментарии, которые оставляют иногда на моем канале. Якобы я ленивая, почему я не иду на работу? Я уже упоминала о том, что у меня есть свои сейчас дела. Я просто не хочу распространяться на тему этих дел. Когда уже будет все сделано, когда уже все будет позади, тогда, может быть, я и расскажу. Поэтому-то я, в принципе, и не работаю на данный момент, потому что это дело может в любой момент к себе привлечь внимание, а я не смогу отвлечься, так как я работаю, в общем-то. Меня никто и не отпустит никуда на долгое время. В общем, нет возможности у меня сейчас работать по каким-то причинам. По поводу лени. Кстати, мне еще писали как-то, что я якобы изменилась. Ну, честно, было бы странно, да, если бы человек на протяжении жизни не менялся никак. Это вообще было бы как-то не от мира сего. Но по поводу лени моей, да вы даже не знаете, какая я на самом деле. Я показываю ровно столько, сколько я хочу, чтобы вы увидели. Кому это будет интересно? Объясните мне, чтобы я сидела, рассказывала, как я тут мою, убираю и все остальное. Может быть, имелась в виду лень моя по поводу того, что я не работаю. Но опять же, про работу я уже сказала. Когда мне нужно будет, я пойду на работу. Я окончила школу и пошла сразу же на работу. Поэтому давайте эту тему отметим раз и навсегда. Не будем долго разглагольствовать, мне нужно собираться. Я надеюсь, я ответила на часто задаваемые вами вопросы. И надеюсь, вы тоже как-то будете понимающе относиться ко мне, потому что я тоже живой человек, у меня тоже своя жизнь. И она в корне может отличаться от вашей жизни. Поэтому давайте не будем судить всех и вся и под одну гребенку. Если есть какие-то еще вопросы, то, конечно же, оставляйте под этим видео. И я сделаю следующее видео на тему вопрос-ответ. А я с вами прощаюсь. Пожелайте мне удачной дороги. И всем пока-пока-пока. Муха. Как ни одни букашки, так другие. Две даже. О, ужас.